Вышел на работу, бабахнуло, начал осколки собирать и убирать. Я сантехником там работал в общежитии военном. А потом пришлось идти в подвал. В подвале сколько провел? В одном подвале провел ночь. На следующий же день, я за ночь, потому что еще бомбить стали сильнее, и я решил поехать, списки там составляли вечером, кто желает поехать. Там записалось тощебно, почему-то с нашего подвала поехал я один, пока перебежал там четверть. В автобус сели, довезли нас до границы. До границы уже встречали? Россияне, да. Ну вот Красный Крест нас встречал. В палатках? В палатках, да. Чаем попил. А здесь родственников каких-то нет в Беларуси? Нет, у меня три сына осталось в Киеве, поэтому я никуда не... А что, сейчас как-то удавалось связаться отсюда? Да, мне удавалось очень с хорошей знакомой женщиной, она в госпитале военном работает. Здесь на связь мы вышли. Я вчера, позавчера говорил. Ну, телефоны дали, сим-картку дадут, я выйду теперь. А с документами помогут как-то? Разбирали? Сказали, АВИР приедет вот это завтра, наверное. Сказали, сделают все. Ну, мне легче, мне кажется, должны они через посольство быстро что. Я на консульском учете там состоял. Что дальше думаете делать? Ну, я пенсионер, но работать буду. Я вон смотрю, слесарь, сантехник, со шлангами пошел. Ну, моя такая работа, я знакомый. Советский офицер должен уметь все. Так что, будем работать. В сельское хозяйство, так в сельское. Я сам села, так что, Рязанской области. Пока там все не наладится? Ну, да, буду здесь. Я буду здесь. От добра добра не ищут. Как говорят. Ну, у вас вот так интересно, да, и белорусская, и русская. Да, я говорю, белорус. Украинский белорус русского происхождения. Тем более, здесь приняли хорошо. После месяца в подвале, когда они же некоторые даже не знали, мы в Афганистане это испытывали, на подсолнечном масле фитиль, коптилка, и в подвалах при коптилке, я так даже до сих пор откашливается. Это же еще там пылюка такая была. Вам афганский опыт как-то пригодился? Морально как-то? Да, я под обстрелами был три ранения у меня, так что, и все. Видел, я первым раненым там еще оказывал. А у вас это какого числа за рождение было? 2 марта. Ну, вот как раз оно все началось. Я говорю, 65 исполнилось. Планировал где-то ресторанчик там заказать, сынов, чтобы приехали. А получилось как-то так. Ну, санаторий. Ну, да. Зато санаторий. Я так это реально смотрю. Говорю, живем на перинах спим. В санатории живем. Рядом речка, вышел на балкон. Все, говорят, вон 2-килограммовых щук ловили. Так леску надо закупать.